Главного вора в законе ведут к политическому заговору. Один из самых влиятельных воров в законе Тарья Ланьяни, Таро, неожиданно для себя оказался участником нового громкого расследования. Следственный суд Барселоны подозревает, что криминальный генерал и лица из его окружения давали взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Все это происходит на фоне другого расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум о независимости Каталонии. В связи с этим Таро может задержаться в тюрьме, тогда как его соратники рассчитывали, что он отделается крупным штрафом или небольшим сроком. Как рассказал разболту источник в правоохранительных органах еще весной 2019 года, незадолго до предполагаемого освобождения Тарья Ланьяни из российской тюрьмы, где он отбывал десятилетний срок за похищение и вымогательство, его соратники попытались договориться, здесь якобы не обошлось без крупной суммы собранных денег, о том чтобы Таро просто экстрадировали в Грузию. Оттуда уже ему был фактически заказан билет в Турцию, где находится много воров в законе, которые очень вольготно чувствуют себя в этой стране. Главной задачей было избежать экстрадиции Аняни в Испанию, давно разыскивающую его по обвинению в участии в преступном сообществе и в отмывании денег. Однако решение по Таро принималось в ФСБ РФ, поэтому с просителями никто даже общаться не стал, сообщил источник. И как только в апреле Аняни вышел из колонии, его тут же задержали для экстрадиции в Испанию. А силы людей из окружения вора в законе были брошены на то, чтобы максимально хорошо устроить его судьбу в королевстве. Они рассчитывали, что довольно быстро Аняни изменит меру пресечения на аналог нашего домашнего ареста или залога. А вместо реального наказания к нему может быть применен очень крупный штраф, в крайнем случае, дадут не больше пяти лет тюрьмы. Сразу после того, как 23 октября 2019 года Таро был экстрадирован в Испанию, состоялось заседание Национального суда об избрании меры пресечения. Адвокаты законника настаивали, что их доверителя, который пробыл в России под экстрадиционным арестом почти 8 месяцев, можно отправить под домашний арест с закреплением на теле датчиков слежения. Они даже предъявили документы о том, что родственники Аняни арендовали для этих целей квартиру в Барселоне. Между тем, обвинитель настаивал на том, что Таро является вором в законе, представителем мафии, несет серьезную угрозу. На суде было объявлено, что когда в 2005 году в Испании проводилась спецоперация ОСА, криминальный генерал сбежал прямо из-под носа полицейских, бросив свою несовершеннолетнюю дочь. Уполномоченные службы поместили ее в центр для детей в Каталонии, а потом отправили в Россию. В результате суд постановил оставить Аняни в СИЗО, он находится в тюрьме Сато-дель-Риаль под усиленным режимом охраны. Примечательно, что обвинений криминальному генералу может добавиться. Сейчас в Испании активно ищут связь между Россией и событиями последних лет в Каталонии. В связи с этим даже решили освежить старое расследование в отношении экс-делегата правительства Каталонии Эдуарда Планелса. Судебное следствие подозревает, что он способствовал получению вида на жительство в Каталонии представителям русской мафии, в частности, Малхазу Тетруашвили и Тариелу Аняни. В связи с этим запланирован допрос вора в законе и по этому делу. Испания все же дождалась выдачи вора в законе Таро. Вор в законе Тариел Аняни, Таро, судьба которого долгое время зависела от российских властей, был выдан сегодня испанским силовиком. Несколько месяцев смотрящий за кутаиским воровским кланом пребывал в ожидании своей экстрадиции в Испанию, либо депортации в Грузию, после выхода из российской тюрьмы объявлению о нежелательности его пребывания на территории РФ. Сам вор в законе, по словам источника МЗК1.ру, считал, что его депортируют в Грузию, откуда он беспрепятственно переберется в Турцию, где Таро ожидали его сподвижники. Однако неожиданно для всех, российские власти удовлетворили запрос Испании о выдаче Аняни им, в этой стране Таро был обвинен в руководстве ОПГ, отмывании денежных средств, а также рэкетти предприятий. Испанская прокуратура требует для авторитета 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения, а также штраф в 50 миллионов евро. Между тем, возможно, что срок, который получит Аняни в Испании, будет меньше требуемого, а учитывая его поведение, и вовсе сокращен до минимума. Такое уже происходило с лидерами российских группировок, осужденных в европейских странах. Однако по предположению источника, учитывая характер вора в законе и его постоянные стычки с администрацией русских тюрем, свой возможный испанский срок он не станет отбывать как образцовый заключенный. Сегодня Тарел Аняни был доставлен в аэропорт Шереметьево, где его передали испанской полиции. Вор в законе Тарел Аняни по прозвищу Таро, эта фигура, пожалуй, равная по масштабу убитому япончику. Таро – личность весьма неординарная. Он из воров еще старой советской формации. Свой непререкаемый авторитет он приобрел во времена СССР, а это о чем-то да и говорит. Тарел Аняни родился в 1952 году в шахтерском городке Ткебули в Грузии. Его отец погиб во время обвала породы в шахте, что стало для маленького Тарика серьезной прививкой от желания обзаводиться традиционной для жителей городка профессией. Он обзавелся другой. Тарел впервые попал в тюрьму за разбой и кражу в 17 лет. Всего он побывал в местах не столь отдаленных 8 раз. Аняни был судим за разбойные нападения, ношение оружия, наркотики и вымогательство. Воровской статус вора в законе он получил в конце 70-х, а еще через несколько лет в лихие 80-е он считался самым авторитетным московским вором в законе. В принципе, Аняни умел хорошо маневрировать, он знался с русскими ворами в законе и даже имел с ними общие дела. Разобраться в воровской иерархии времен СССР, правда, и сейчас довольно сложно. Сообщество лидеров советского криминального мира было крайне закрытым и, согласно неписанным традициям, все вопросы решало в узком кругу, куда не было доступа посторонним. Но Аняни даже тогда выделяло на общем фоне существенные обстоятельства, его криминальная карьера развивалась по понятиям, а путь к короне с воровской точки зрения был безупречным. Об этом не будет лишним напомнить, поскольку уже в конце 80-х в Грузии воровской титул можно было просто купить. Известен случай, когда корону оценили в три Волги, а возведение в Сан-18, 20-летних, никогда не сидевших авторитетов, и вовсе стало своеобразной визитной карточкой нового этапа развития воровского движения. Именно поэтому, утверждают специалисты, грузинские воры составляют сегодня едва ли не большую часть законников в стране, по данным МВД России, из 1200 лидеров преступного мира более 60% выходцы из Грузии. При этом общее количество воров по сравнению с временами СССР увеличилось чуть ли не вдвое. И хотя точное количество купивших почетное звание до сих пор неизвестно, к авторитетам из Закавказской республики давно приклеились презрительные клички «Лаврушники» и «Апельсины». Аняни другой, он настоящий. В конце 80-х так называемая кутаистская группировка, которой руководил Таро, пользовалась в Москве непререкаемым авторитетом. Аняни был на вершине, но все карты смешал случившийся далеко от столицы межвидовой конфликт в Тулунской тюрьме, под Иркутском. Там судьба и приговор свели Вячеслава Иванькова и ближайшего сподвижника Аняни, вора в законе Илью Симонею, по кличке Маха. Что не поделили эти авторитетные люди под Иркутском, уже мало кого теперь волнует, важно, что осадок не просто остался, а потянулся шлейфом глубокой взаимной вражды в высших эшелонах воровского клана на долгие годы. Молва утверждает, что на одной из воровских сходок япончик добился того, чтобы Симонею раскороновали. Его тогда поддержали воры Аслан Усаян, Дед Хасан, Сергей Бойцов, Боец и еще несколько преступных авторитетов. Аняни воспринял это как личный вызов. Рассказывают, что Таро был уязвлен до такой степени, что публично оскорбил Усаяна и Иванькова. Такая обида в криминальной среде не зарастает никогда. И вряд ли стоит удивляться, что в 1991 году, после того, как Иваньков досрочно вышел на свободу, при поддержке многочисленных просьб певца Иосифа Кобзона, правозащитника Сергея Ковалева и офтальмолога Святослава Федорова, Тарел Аняни решил покинуть в страну и обосноваться в Париже. Таро уехал, но должок остался при нем. Тарел Аняни во Франции. Владельца грузинской авиакомпании Орби Давида Саникидзи убили вечером 11 июля 1998 года в переулке Аннагасе в самом центре Вены. На глазах множества людей неприметный молодой человек подбежал к бизнесмену, который мирно прогуливался со своей подругой Мананой и трижды выстрелил ему в затылок. Овид Саникидзи был в Вене человеком известным. В неофициальных разговорах он часто называл себя специальным представителем Эдуарда Шеварднадзе в Европе, а однажды даже обратился к австрийским властям с просьбой закупить партию пистолетов ГЛОК для сотрудников службы безопасности президента Грузии. Тогда австрийцев удивило количество офицеров личной охраны. Саникидзи попросил продать 15 тысяч пистолетов. Впрочем, в досье австрийской полиции владелец грузинской авиакомпании фигурировал как крупный авторитет мафии и больше всего следователи интересовали связи погибшего бизнесмена с вором в законе Вячеславом Иваньковым. Такие связи, видимо, были. В интервью Нью-Йоркской русскоязычной газете «Новое русское слово Саникидзи» сам признавался в том, что япончик является его другом. Поскольку ничего подобного в Тихой Вене прежде не происходило, полиция, прибыв на место происшествия, буквально рыла землю. Кроме тела убиенного обнаружили полиэтиленовый пакет, в который был вложен автомат «Скорпион», как выяснилось, орудие убийства. Австрийцы подняли на ноги всю Европу и достаточно быстро нашли троих подозреваемых, взяли в Будапеште, этапировали в Вену. Арестованными оказались Акаки Дживахадзе, он, как считали полицейские, и стрелял. Сын известного оперного певца Пааты Бурчуладзе, Шукри и Георгия Аняни, его отпечатки пальцев остались на пакете с оружием «Брат Таро». Доискиваясь до причин убийства, австрийская полиция перерыла горы документов и наткнулась при обыске в доме Саникидзе на занятный документ. Это была копия постановления французского суда, датированная 1995 годом, о привлечении к уголовной ответственности нескольких граждан Грузии, обвиняемых в торговле наркотиками. Одним из фигурантов в этой бумаге значился Тарелла Аняни. Судя по всему, австрийский друг Япончика то ли собирал на Таро свое досье, то ли имел отношение к французскому сюжету. 23 августа 1994 года в Антверпене был задержан некий Рафаэль Микаэли, гражданин Израиля, перебравшийся на землю, обетованную из Грузии. С собой у Микаэли была посылка, которую он собирался отправить в Париж. Получателем значился Тарелла Аняни, проживающий в номере 3077 гостиницы «Интерконтиненталь». По ссылке жандармы обнаружили фальшивые бельгийские паспорта, в том числе на имя Тарелла Аняни, родившегося в Ткибули в 1952 году. После этого Таро попал под колпак. По данным французской полиции, круг деловых интересов Таро был очень широк, контрабанда сигарет и водки, рэкет, крупные хищения, торговли поддельными паспортами и визами, контроль над предприятиями и банками в республиках бывшего СССР, не считая криминальных разборок и поставок нелегальных нефтепродуктов из Ирака. Прослушивание телефонных разговоров позволило французским следователям утверждать, что Аняни причастен к покушению на бывшего министра обороны Грузии Георгия Каркарашвили как минимум к одному случаю захвата заложников, за освобождение израильского бизнесмена партнеры Таро просили 500 тысяч долларов. Французская прослушка Аняни оказалась вообще кладезем полезной информации для европейских правоохранителей. Среди прочего именно она дала ключи к разгадке громкого венского убийства. Если верить документам уголовного дела, в конце 1994 года Аняни пребывал на грани истерики, Япончик, к тому времени перебравшийся в Нью-Йорк, и Давид Саникидзе якобы перехватили его законную добычу, 15 миллионов долларов, принадлежавших одному из обанкротившихся грузинских банков. В одном из телефонных разговоров, перехваченных полицией, Таро прямо говорит своему партнеру Мирабу Джанвиладзе, Мираб Сухумский, Япончик должен быть исключен из братства, а если он откажется, то его зарежут. Возможно, в оригинале эта фраза звучала по-другому, но в обратном переводе с французского она выглядит именно так. Фигурировала среди записей и такая цитата, «Я их не оставлю в покое». Они уже покойники, и Япончик, и Саникидзе. Еще в одном телефонном разговоре Аняни приказал выяснить, купается ли Япончик в океане. Французы арестовали Таро и Мираба Сухумского в начале 1995-го, предъявив обвинение в попытке контрабанда наркотиков. На допросах, впрочем, грузинские воры откровенно издевались над французскими следователями. На вопрос об основной профессии, например, Мираб Джанвиладзе с улыбкой ответил, «Моя профессия – каннибал». Кончилось тем, что через год судья в Ницце решила выпустить Аняни под залог. Он вышел. А еще через несколько месяцев так получилось, что в Вене был убит Саникидзе. Сам Таро вскоре из Франции перебрался в Испанию. Ну и, понятное дело, должок при нем. Тариэл Аняни в Испании. Здесь вор в законе занимался строительным бизнесом, откажи завладел крупным пакетом акций грузинской авиакомпании Аэрзена. Правда, в этой компании потом от связей с Аняни всячески открещивались. Дом 24 на улице Хуана да Алоса в самом дорогом районе Барселоны по документам принадлежит Тариэлу Аняни, и, как считает испанская полиция, вплоть до июня 2005 года именно здесь располагалась штаб-квартира русской мафии в стране. По утверждению влиятельной испанской газеты «Ель Пейс», справиться с русскими преступниками местным правоохранителем помог Александр Литвиненко. За шесть месяцев до отравления полонием в Лондоне отставной подполковник КГБ, непрерывно искавший возможность подзаработать, предложил испанцам некое досье, в котором содержалась информация о криминальных авторитетах из стран бывшего СССР, обосновавшихся в Испании. Ему была организована встреча с представителями испанской прокуратуры, потом появился доклад розыскного отдела испанской гражданской гвардии, на основании которого правоохранительные органы приняли решение о проведении, пожалуй, самой масштабной операции против русской мафии. Кто подогнал фактуру Литвиненко, уже давно растерявшему к тому времени все свои российские завязки, осталось тайной. В операции под кодовым названием ОСА, проведенной летом 2005 года, участвовали более 400 полицейских при поддержке вертолетов и бронетранспортеров. В Барселоне, Аликанте, на курортах Морбельи, Фуэнхироле, Бенальмадене и в Тормолиносе были проведены более 50 обысков. Документы изъяли в офисах компаний, принадлежавших Тарейлу Аняни, и на всех строительных объектах, которыми занималась фирма Таро. Полиции удалось задержать 12-летнюю дочь Аняни, Гванца, девочку поместили в так называемый закрытый дом для несовершеннолетних. Сразу после этого ряд грузинских и российских политиков заявили о том, что правоохранительные органы Испании берут в заложники детей. Причем наши политики проявляли искренний гнев, что возникали определенные вопросы об их странной заинтересованности и пылкости в речах. Также удалось арестовать ближайшего помощника Аняни, Бесика Лепортилиани и Виталия Изгилова, известного под кличкой Виталик Зверь, добиться выдачи из Арабских Эмиратов Захария Калашова, Шакро Молодой. Но сам Тарейл Аняни исчез ровно за час до того, как у ворот его дома появился полицейский спецназ. То ли почуял, то ли знал, сегодня об этом никто не ведает. Таро покинул Испанию. Тариэл Аняни в России. С тех пор Аняни находился в международном розыске по линии Интерпола. Через какое-то время после своего бегства из Испании Аняни объявился на территории РФ, где получил каким-то до сих пор невыясненным способом российское гражданство. По этому факту оперативники Департамента обеспечения правопорядка на транспорте, ДОПТ, МВД пытались возбудить уголовное дело, однако безуспешно. Проверки никаких нарушений не выявили. В апреле 2006 года Аняни лично явился в консульство Грузии в РФ и принес заявление, в котором попросил прекратить его статус гражданина Грузии. К заявлению он приложил копию российского паспорта, где был указан новый адрес Арбат, 51, строение 3. Грузия требовала его выдачи у России, однако Аняни не выдавали. Аняни явно не хотел домой. Как известно, в Грузии согласно местному законодательству вор в законе автоматически садится в тюрьму до конца жизни всего лишь за свой статус. В 2006, сразу после выдачи испанским властям Захария Калашова, на криминальных верхах всерьез забеспокоились. Стали делить оставшееся бесхозным хозяйство Калашова и, как заведено уже с 17 века, в битве за испанское наследство случился конфликт. Взгляды на решение проблемы у Тарои слона Усаяна, больше известного как Дед Хасан, в очередной раз круто разошлись. Мелкие разборки постепенно вызревали в крупные, баланс складывался не в пользу Аняни. Ситуацию усугубляло немаловажное обстоятельство, из Америки в Россию был экстрадирован имеющий особый щиток Таро Япончик, выпущенный вскоре российским судом на волю. К лету 2008 в воздухе запахло открытой войной кланов, и тогда было объявлено о проведении очередной сходки воров в законе с участием всех заинтересованных сторон. Инициатива проведения воровской сходки принадлежала Аняни, местом встречи стал борт прогулочного теплохода. На нем в круиз по Пироговскому водохранилищу собрались 50 человек, в том числе 39 грузинских воров в законе. Япончика и Деда Хасана пригласили, но они не пришли. Спустя 10 минут после выхода на большую воду над теплоходом зависли вертолеты, из которых на палубу посыпался спецназ. В результате спецоперации были задержаны все криминальные авторитеты, в том числе и Тарел Аняни. Потом, правда, их быстро отпустили, у милиции не возникло претензий. Претензии возникли не у милиции, именно этот захват принято считать началом большой войны кланов Аняни и Деда Хасана. Эту войну многие называют странной. Наверное, потому, что помимо традиционных ходов, типа физического устранения конкретных лиц, ведется еще и полномасштабная юридическая битва сторон. Участников схватки лишают российского гражданства, как было в случае с соратником Усаяна, Лашейшу Шанашвили, либо награждают им, так случилось с самим Тарел Аняни. Президент Саакашвили тогда заметил, не понимаю, зачем России понадобилось предоставлять гражданство РФ человеку, бежавшему из Грузии и разыскиваемому за совершенные им деяния. Может быть, Аняни и ему подобные люди обещают российской стороне, что будут бороться против нынешних властей Грузии, но зачем в РФ верить таким людям, ведь бандиты остаются бандитами и в Грузии, и в России. Своеобразным ответом на это стала мутная, но весьма скандальная история. Тарел Аняни выступил в качестве организатора встречи в Лондоне покойного олигарха Бадри Патаркацишвили с руководителем специального оперативного департамента Министерства внутренних дел Грузии генералом Ираклием Кадуа. Итогом этой встречи стала трансляция конфиденциальных переговоров по грузинскому телевидению. По Таркацишвили предлагал Кадуа за немалые деньги принять участие в государственном перевороте против президента Михаила Саакашвили. К весне 2009 года года стало ясно, чья берет, в группе Деда Хасана оказалось в итоге куда больше сторонников, чем у Аняни. Решительно встал на ту сторону и Вячеслав Иваньков. В июне 2009 года сотрудники Мурой ФСБ задержали Тариэла Аняни в элитном подмосковном поселке Горки-2. Вместе с ним были арестованы и несколько его телохранителей из числа сванской преступной группировки. Их задержали по обвинению в похищении человека и вымогательстве 250 тысяч долларов. Некоторое время назад Аняни организовал похищение грузинского бизнесмена. Коммерсанта похитили 27 марта 2009 года из гостиницы «Золотое кольцо». Заложников в течение двух дней удерживали в плену, где постоянно избивали. А с родственниками похищенного бандиты потребовали выкуп в 500 тысяч долларов. В итоге друзья и близкие жертвы бандитов передали злоумышленникам 250 тысяч долларов, после чего бизнесмена отпустили. Однако затем в его адрес снова посыпались угрозы. Тогда потерпевший обратился в Мур, сотрудники которого в конце мая прошлого года задержали одного из участников похищения. Вскоре выяснилось, что к преступлению имеет отношение вор в законе Тариэла Аняни. В России криминальный авторитет проживал под фамилией Мулухов. Примечательно, что власти Грузии также разыскивают Тариэла Аняни по подозрению в причастности к организации преступной группы. Правда, у Таро российское гражданство, поэтому для грузинского правосудия он пока недоступен. Таро был помещен в изолятор «Матросская тишина» 28 июля 2009 года в Москве, на выходе из ресторана «Тайский слон» был ранен Вячеслав Иваньков. Это покушение криминальный мир воспринял настолько серьезно, что всего лишь через два дня после выстрелов на Хорошевском шоссе в Барселоне прошла срочная сходка российских воров, в которой участвовало почти 80 человек. Через несколько дней после этой сходки, сотрудниками изолятора, где сидел Таро, была перехвачена малява, адресованная арестантом. Вот ее текст. Жизнь ворам. Поводом для написания данной курсовой послужило следующее обстоятельство, а именно, ставим вас в курс, порядочные арестанты, что на МТЦ «Матросская тишина-централ» находится человек, зовут его Тариэл Аняни. Сведомо воров, он есть бледина. Если этот человек находится у вас в хате или при встрече с ним, поступайте соответственно. Под запиской 36 подписей. Среди прочих, имена Япончика, Деда Хасана, Лаши Руставского, Юры Пичуги, Васи Воскреса, Олега Мухи, Кости Шрама, Лехи Забавы, Сереги Сургутского, Шакро Молодого, Кобы Руставского, больше половины подписантов, славянские воры в законе, а сама бумажка имеет куда больше вес, чем формальный судебный приговор, а значенный в ней человек должен умереть. Законники якобы провели собственное расследование обстоятельств покушения на Вячеслава Иванькова, больше известного как Япончик, и пришли к выводу, что заказал его именно Аняни. Обычно подобные письма исчезают в сейфах оперативников. На этот раз бумажку не просто показали нескольким журналистам, но и решили озвучить ее содержание в эфире одного из федеральных телеканалов. Так что надобность в использовании тюремной почты отпала сама собой, о приговоре, вынесенном Тариэлу Аняни, вместе с миллионами телезрителей узнали обитатели всех тюрем, колоний и СИЗО страны. Сразу же после перехвата Малявы, вора в законе перевели в закрытый блок матросской тишины. Вскоре Япончик скончался. Братва так и оставила виновным в этом покушении Аняни. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу Тариэла Мулухова, Аняни, вора в законе, известного в определенных кругах под кличкой Таро. Суд признал его виновным в похищении человека и вымогательстве и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Таро был этапирован в тюрьму, находящуюся в городе Тайга. Сразу же по приезду, его не заводя в зону, поселили в отдельное помещение. На следующий день администрации тюрьмы поступил телефонный звонок, в котором человек, оставшийся неизвестным сказал, если хоть один волосок упадет с Аняни, молитесь. Приедем и взорвем на, и краткое, когда попытались отследить звонок, оказалось, что он был совершен из Мексики. На положение в зоне Таро никак не влиял. Он был обособлен, но положенцы, которые находились в тюрьме, стали отказываться от своих полномочий. С одной стороны на них давила малява, в которой призывалась убить Таро. С другой стороны на них давил авторитет и влияние самого Аняни. Смотрящие оказались между двух огней. В то время проще было сложить свои полномочия, чем принять неверное решение. Впрочем, вора в законе в зону так и не запустили. 16 января 2013 год в центре Москвы был убит вор в законе Аслан Усаян, больше известный в криминальном мире как Дед Хасан. Киллер расстрелял криминального генерала из автомата ВАЛ со встроенным глушителем, когда тот выходил из ресторана Старый Фаэтон. Оперативники считают, что Дед Хасан стал жертвой старого конфликта с представителями конкурирующего мафиозного клана, которым руководит Тариэла Аняни. Самого Тариэла Аняни в октябре 2013 года перевели в Елецкую тюрьму. В Елецкой крытке Таро сразу же приступил к наведению порядка в воровской среде. Тариэла Аняни решил уменьшить количество воров в законе из клана Деда Хасана, который перед своей гибелью наплодил множество воров в законе, в том числе жаловал воровской титул людям, даже не имевшим судимости и не отбывавшим сроки. Одним из таких воров в законе стал и житель Чаплыгина Артем Аракелян, больше известный как Артем Липецкий, на которого также точат зуб многие авторитеты с целью лишения воровской короны. Освобождение и экстрадиция в Испанию. 9 августа 2018 года прямо на территории тюрьмы Даня не было доведено, что по указу министра МВД, он является нежелательной персоной для пребывания на территории РФ. Поэтому, когда вор в законе освободился 9 апреля 2019 года, то тут же вновь был арестован для его дальнейшей депортации в Грузию, либо экстрадиции в Испанию, по запросу Интерпола. И только 23 октября 2019 года власти решили вопрос в пользу испанских силовиков и передали законника им. Передача состоялась в аэропорту Шереметьево. В Испании Аняня обвиняется в отмывании незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. В частности, следствие считает, что деньги, полученные за счет крышевания предприятий и торговли наркотиками, он вкладывал в Испании в ресторанный и строительный бизнес. Антикоррупционная прокуратура уже просит для вора в законе 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения, а также штраф в 50 миллионов евро.